Приседатель комиссии Ирина Дюревна сказала, что на заседании комиссии она никого не допускает, кроме членов комиссии, потому что рассматриваются будут рабочие и технические вопросы. Там нужно будет им новый бюллетень. Так, давайте я пройду, я член ТВК, вы записаны, как член комиссии, подождите, я записан как член комиссии. У вас есть список? Идите посмотрите, я не хочу стоять на дожде, я хочу зайти. Сейчас мы список проверим. Я говорю, я хочу зайти, я член комиссии, я в списке, фамилия Адарчин. Я знаю вас. Как ваша фамилия? Харченко. Харченко. Я знаю. Я пройдусь. Вы кто? Вы кто? Вы кто? Вы не знаете, кто я? Да я не знаю, не хочу знать. Вы за это время у меня уже... Да, это хорошо и заходите, но... Какие вопросы? У меня есть списки, какие мы очень не знаем. Поэтому председатель комиссии просит пока не мешать, потому что идут технические вопросы. Потому что, чтобы не было снова какой-нибудь ошибки. Потому что нам предстоит перепечатать 12 тысяч. Как только утвержден будет там или что там, я процедуры точно не знаю, поэтому вы на меня не ссылайтесь, я вам просто рассказываю. Что когда все технические вопросы будут решены и нам дадут команду печатать, мы вас обязательно на печать, на первый оттест мы вас пригласим. Это будет сегодня? Это будет сегодня, да. Но это все зависит будет от членов комиссии. Сейчас вот пришли два только, их там мне сказали шесть, с председателем семь. Как только они решат все технические вопросы, мы вас запустим на начало печати и вы все увидите. Мы вам и... ну, баракованные мы вам не покажем, потому что они находятся в закрытой комнате, опечатанной. Мы вам покажем эту комнату, где она, опечатанная, печать, там стоит камера, наблюдение, там милиция присутствует. Чего заключается брак? Чему надо перепечатать 12 тысяч. Ну, как объяснили, брак был допущен еще первой комиссией, которую возглавлял, если я не ошибаюсь, Гамбург. Вот. И там не включены были фамилии каких-то депутатов. Каких я не знаю, от каких партий я не знаю, потому что это не наши вопросы. Наш вопрос перепечатать по тому образцу, который нам представят с мокрой печатью. Когда у нас будет образец с мокрой печати и будет команда печатать, мы даем команду печатникам, они готовят формы, бумагу, все, и мы запускаем вас на первый отчет. Ошибка, это не наши вопросы, ошибка, это самой комиссии наше делать печатать. Я думаю, что выборы состоятся в Мариуполе на 100%. Ребята, я же не бабка-гадалка. То, что уже принято решение о том, что создана комиссия по приему бюллетеней, которые мы напечатали, то есть основания считать, что выборы в Мариуполе состоятся. В рак 12 тысяч, вы готовы сегодня их сделать? Да, на это нам потребуется примерно часа три на печать и час, может быть, полтора на то, чтобы вручную пересчитать. 12 тысяч вручную? 12 тысяч вручную. Мы пересчитали почти 700 тысяч. Нет специальных приспособлений, которые могут считать? Ну, где-то, может быть, и есть, но они очень дорогие. Мы рукам доверяем больше, потому что при ручном подсчете выявляется брак еще. Может быть, там где-то перекошенное, что-то там, цвет, может быть, не такой пошел. Может быть, вообще быть лист чистый, потому что машина может два листа взять. Ручной подсчет, он хоть и трудоемкий, но он более надежный. Кто будет пересчитывать? Мои сотрудники, переплетчики. Только наши работники, чужих работников здесь нет. Только наши работники, они уже отдохнули после тех бурных трех ночей. Я думаю, что они эту работу сделают быстро. Потому что опыт уже у них есть. Потом мы эти бюллетени запакуем в пачки, как положено, наклеим там эти вот бумажки сопроводительные. Что будет дальше, не знаю. Бракованные бюллетени уже уничтожили? Нет. А их будут в присутствии кого уничтожать? Их будут уничтожать в присутствии той комиссии, которая будет принимать основной тираж. Потому что они находятся в той комнате, опечатанной. И мы не вправе без членов комиссии вскрыть печать. И это займет какое-то время, потому что те бракованные пачки, они три пачки с одного района, три из другого. Их все равно нужно будет найти. Найти, вскрыть, посмотреть, что это действительно брак, а потом уничтожить. И составить акты, как положено, все это по закону. Я хочу сказать, что мы все делаем по закону. И суд, и ЦИК это подтвердил, несмотря на все эти инсинуации, на все эти домыслы и на ту шумиху, которую устроили вокруг нашей типографии. Мы работаем честно, прозрачно, никаких лишних пачек. Общественники, представители парки, которые у меня здесь три дня гуляли по типографии, как у себя в доме, проверили все углы, шкафы, столы, подвалы, чердаки. И к их сожалению, ну к нашему удовольствию, они ничего не нашли. И как я... Типография ваша принадлежит Метинвесту? Нет, ах, нет, подождите. Ахметову где-то там далеко, да. Вот весь тот сыр-бор, что мы типография Метинвеста, он не соответствует действительности. Наши предприятия, ЧАО, газета Пареазовская рабочая, входит в состав холдинга ЗАО «Сегодня мультимедиа». Оно находится в Киеве и мое руководство в Киеве. Холдинг ЗАО «Мультимедиа» входит в медиагруппу «Украина МГУ», а уж потом в СКМ замыкается на СКМ. Но если идти далеко по схеме, то да, там далеко за нами стоит Ренат Ахметов. Точно так, как и за мединвестом. Поэтому мы и попали здесь под раздачу. И когда с теми же руководителями партии мариупольских, общаясь по отдельности, они говорят, что у нас к тебе нет претензий. И мы верим, что все честно. Ну извини, ты попал под раздачу, потому что так надо. Потому что мы боремся за идею, наша идея бороться с мединвестом, с Ахметовым. А поскольку ты часть структуры Ахметова, то на тебя падает подозрение в том, что ты можешь сделать левый тираж. И поэтому мы и так тебя прессуем через меня, через нашу кипографию. Они добивались каких-то там своих уступок и еще чего-то. О чем вчера Ярошенко и рассказывал. Что он вел там переговоры с Белым. По поводу чего там? По поводу комиссии на участках. И что если они найдут компромисс, то работа комиссии будет разблокирована. То есть, когда его спрашивают, в чем заключается разблокирование, он от ответа уходил. Но ответ понятен. Будет создана комиссия по приему бюллетеней. То есть, как таковых к нам претензий особых нет. То, что тут обнаружили, какую-то мелочь, ну извините, это была ерунда, на которую бы в спокойной обстановке никто бы и не обратил внимания. А так на каждую какую-то там ерунду ее возводили в гипертрофической прогрессии и из мухи делали слона. Не иностранный пресс, представьте, пожалуйста. Токарский Николай Николаевич, директор, главный редактор ЧАО газета «Приазовская рабочая», состав которого входит в типографию. Территория усилена охраной достаточно мощно. Для чего это сделано? Ну, по закону, при вывозе бюллетеней охрана усиливается, потому что их должна сопровождать милиция и доставить их целыми и невредимыми до участка, ну до ДК МИЭТОЛОРГО, я так понимаю, где их потом выгрузят опять же под усиленной охраной. Охрана усилена для того, чтобы не было каких-то провокаций в момент вывоза бюллетеней. Но это уже не мои вопросы, это компетенция уже комиссии, она договаривается. Ну, по закону, если вы читали постановление ЦИП, то там одним из пунктов написано, что милиции, СБУ усилить охрану, принять меры для вывоза. Вот они и принимают меры. Но с нашей стороны меры тоже приняты, вот вчера на комиссии там был спор по поводу того, а если у вас охрана, да, вы ее увидите, с той стороны присутствует охрана государственной службы охраны, ГСО или ДСО, Державная служба охраны. Я копию договора председателю комиссии сегодня утром передал на тот случай, если кто-то захочет с ним ознакомиться. Пожалуйста, пожалуйста, вы сначала объясните, на каком основании вы меня здесь пропускаете. На каком основании вы меня задавить платите. На каком основании вы меня не пропускаете. Потому что вы стоите с нарушением правил дорожного движения. Вы не имеете права ограничивать свободу ее, это ее имущество личное. Зачем вам эти скандалы? Валя, ну проедь туда, оставь документы, и потом вывези машину, если действительно есть такая необходимость. Если руководство говорит, что ну пусть она оставит документы. На каком основании руководство говорит? Ну, я хочу сказать. Ну, видишь, но они не могут. На каком основании руководство говорит? Потому что руководство у нас что, клуб земли? У нас законы вообще-то для чего-то предназначены еще. Территориальное проверять бюллетени. И так как мы эти бюллетени охраняли, мы за ними следили двое суток. Мы хотим присутствовать. Мы хотим объяснить, рассказать и показать, какие здесь нарушения. Мы знаем, где какие пачки лежат, где как, что было разложено, что мы охраняли. То есть мы хотим сейчас полностью смотреть за этим процессом. Вот опять, как было несколько дней назад. Та же ситуация. Мы подъезжаем на машине, без распоряжения, без ничего. Нас просто милиция не пропускает на машине. А говоришь, что это милиция? Нет. У них распоряжение свыше. Ставить машину и идти пешком. Я говорю, что у меня находятся документы, которые мне в любой момент могут понадобиться. Поставьте, пожалуйста, машину, проходите, я вам не запрещаю. Я еще раз говорю, запретите движение, объявите по телеканалам. Нам же не надо объяснять, где тут надо проводить, не надо. Пожалуйста, поставьте машину, проходите. Они под типографией. Прессу, это будет закрыто заседание на вопрос, кто принял такие решения. Он сказал, что у меня снова допускают помощь. Ну, понимаете, да? Ну, про поле. А кто сказал, что будет заседание? Они не подумали, что сейчас будет закрыто заседание. Не пустят прессу, не пустят кандидатику. Только 4 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok.